Приветствую вас на нашем YouTube канале Мотковыводная Пасека АМГ Это видео будет полезно пчеловодам, любителям рукоделия, любителям здорового образа жизни, дачникам А также тем, кто любит иметь дело с натуральными продуктами В общем, сегодня поговорим о свечах, восковые свечи Поснимаем все варианты, которые я знаю, как делать Это будут и литые восковые свечи, и моканые восковые свечи, и так званая свеча-знахаря, бесфитильные свечи Воск, как перетопить воск, как правильно сделать фитили Обо всем этом в нашем видео оставайтесь на нашем YouTube канале Не переключайтесь, смотрите видео до конца, и вы узнаете всю информацию, которую знаю я о свечах Благодарю вас, начинаем Ну, первым делом, что нам нужно для производства восковых свечей, это воск Натуральный пчелиный пасечный воск, который можно приобрести у любого пчеловода А также можно приобрести у нас, мы отправляем его по почте, по новой почте, по Украине Звоните, вот он может быть в таких вот слитках, в таких вот фигурках Ну, как уже пчеловод сделает, такой вот слиток И вот мы получили этот воск Да, кстати, заходите на наш сайт, пасека.in.ua Там есть страница каталог, контакты, все продукты с нашей пасеки, в том числе и воск Получили мы вот такой вот воск Если он в таких вот фигурках, это очень удобно Мы его сразу будем растапливать А если он в таких брусках, его необходимо будет разбить на мелкие части Чтобы он поместился в хорошую эмалированную посуду или посуду из нержавейки для перетопки Итак, мы измельчили воск Вот таким вот, обычным способом механическим Молоточек, зубило или что-то такое механическое Измельчили воск и ставим его на газ Можно делать на водяной бане, чтобы не подгорал воск А можно очень медленно, то есть обычная эмалированная посуда или нержавейка Он немножко только подымливает, пока не появится первый слой растопленного воска Ну, мы аккуратно это делаем И дальше он перестает дымить, а мы его не перегреваем А аккуратно помешиваем, помешиваем и он расплавляется Вот уже на дне появился слой воска Мы просто его помешиваем, он уже аккуратненько расплавляется И мы же это делаем для свечей То есть, в принципе, можно поставить эту же кастрюльку в водяную баню Тогда будет гораздо лучше Тогда будет более плавно расплавляться воск И вы правильно все это сделаете Да, заботимся о пожарной безопасности Делаем все это аккуратно с соблюдением пожарной безопасности Продолжаем дальше Ну и вот так вот мы на мелком, на маленьком огоньке Аккуратно, очень аккуратно помешиваем И плавим воск Набираем кастрюльку, сколько нам нужно по объему Вот такой вот хорошей ореховой, волшебной ореховой палочкой Хороший ореховый прутик И продолжаем Да, кстати, такой лайфхак Если вы потом захотите отмыть этот ковшик от воска То это можно сделать обычным кипятком Поливать потихоньку кипятком эту кастрюльку Из нержавеечки И щеточкой Воск смоется И у вас будет снова более-менее чистая кастрюлька Однако же, мы выделяем эту кастрюльку И будем в ней заниматься Исключительно для вытопки воска, например Ну, можно ее и отмывать Итак, растопили мы воск Вот, и сразу убираем с огня Мы должны понимать, что воск при перегреве до 300 градусов Может самовоспламениться Поэтому мы его отставляем И мы его, в принципе, не перегреваем То есть, нагрели до 100 градусов А лучше на водяной бане, которая кипит То есть, он больше 100 градусов на водяной бане не перегреется И отставили в сторону Потом немножко подостыл, можно вернуть Значит, поговорим о фитилях Фитили для свеч Вот такой кусочек видео Значит, фитиль делается из натуральной ткани Из натуральной нити Это может быть нить из крапивы Нить из хлопка Нить из конопли Значит, нить из льна Льняная нить В садоводческих магазинах полно вот такой вот нитки Это один из вариантов Льняная нить Или же там из конопли Или же из других материалов Или же хлоп Хлопчатая нить Если это будет катушечка для шитья Натуральная То есть, вы можете ее поджечь И посмотреть, чтобы она не плавилась, а горела Значит, такую нить Если с маленькой катушки для шитья И она натуральная Можно в два-три раза свернуть То есть, отрезать несколько отрезков И сплести косичку из натуральной нити Утолщить ее Толщина фитиля Значит, от толщины фитиля будет зависеть Как ярко горит свеча Если маленькая свечечка Делаем маленький фитиль Ну, можно сделать и большой фитиль Она будет гореть ярче, но быстрее Маленький фитиль будет гореть медленнее Большая свечка Нужна потолще фитиль Может даже вдвое сплести Втрое такой вот Значит, вот такая вот нить Или же, если раньше не было фитилей Например, не было нити Ну, вот бывает Не можешь нигде найти Можно взять старую катоновую одежду Какую-то тряпочку катоновую Футболочку И ножницами вырезать полосочку такую И так ее скрутить в трубочку Ну, это будет фитиль из натурального катоновой материи Значит, что мы делаем Нарезаем фитили Или же длинный один фитиль И проващиваем его Вот, мы знаем, что мы планируем делать Там штук 10 свечей И поэтому мы отрезали фитиль В расстоянии метр-метр двадцать И будем его проващивать Вот так вот Опускаем в расплавленный воск И он должен пропитаться воском Вот так вот Теперь аккуратно вытягиваем Встряхиваем И ложим для застывания Вот, мы промокнули фитиль в воск Вытащили и уложили его Для остывания воска Таким вот образом мы пропитали фитиль воском И теперь мы будем его использовать В дальнейшем производстве свечей Вот, мы знаем, что нам нужна будет свеча Там длиной 10 сантиметров Или там 5 И мы отрезаем, сколько нам нужно И используем для производства одной свечи Или несколько Можно нарезать их много Вот на этой формочке Нужно 15 штучек, например Можно подготовить все Уже с готового фитиля, который пропитан воском Зачем его пропитывать? Это для того, чтобы при первичном поджигании свечи Сам фитиль не сгорел А горел воск Расплавлял дальше воск Вот здесь фитиль пропитан воском Будет гореть сам воск Расплавлять воск дальше И сам фитиль не будет выгорать Сама материя Поэтому мы пропитываем фитили Так, ну с фитилями разобрались Ах да В безфитильных свечах Так званых свечах знахарей Роль фитиля Там фитиля вообще не будет Вот эти материи Там роль фитиля То есть гореть будут травы Сухие, первоцветы Сухие, там разные лечебные травы Посмотрите дальше в нашем видео То есть там фитиля вообще не будет Его роль будет исполнять другие элементы Итак, перейдем к производству свечей Первые свечи это моканые свечи Довольно древние, древние свечи Которые делали наши предки Когда нужно было освещать помещение Вот, для этого Выберем кусочек фитиля Который нам нужно для производства Ну то есть такая же длина Как мы хотим делать длину свечи Я сделаю маленькую Потому что у меня посуда небольшая Ну вы поймете Сам принцип будет понятен То есть у нас посуда с расплавленным воском Сейчас мы переставим на газ Чтобы немножко подогревалось И мы хотим сделать моканую свечу Вот мы берем пропитанный воском фитиль И начинаем макать Раз макнули, вытащили Подождали пока на фитиле застынет еще больше воска Опять макнули, вытащили Ждем пока застынет еще больше воска Таким образом каждый раз мы накапливаем Слой воска на фитиле Да, для такой вот моканой свечи Мы продолжим ее делать Но воск нужно убрать с огня Чтобы он был немного подостывший Ну почти начинал застывать Тогда удобнее делать моканые свечи Вот мы сейчас подождем и продолжим Ну вот, наша моканая свеча Уже набирает форму Но мы продолжим еще этот процесс Продолжаем макать нашу свечу И давать ей остыть И на ней застывает остатки воска Периодически нужно ей дать вот так вот полежать И побольше остыть Чтобы она была холодная Тогда к ней липнет больше воска Да, это что ни на есть Стопроцентная свеча ручной работы Вот, это вы сами будете собственно делать То есть, как вам сказать Это наши традиции, обряды Никто вам не может запретить Прочитать какую-нибудь молитву Или какие-то иметь хорошие позитивные мысли Во время делания этой свечи Ну и продолжать ее делать Так званая намоленная свеча у вас получится Ну или вы просто делаете с хорошим настроением свечи Для себя дома Вот, наша моканая свеча продолжает увеличиваться в объеме Ее можно делать очень толстую Такую, в принципе, этой может уже быть и достаточно Она похожа на церковную свечку толщиной Где-то 8-10 миллиметров Как вам удобно Да, кстати, в старину, а возможно еще и сейчас Использовали такие приборы Ну, в общем-то, для того, чтобы свечи были длиннее Нужна емкость поглубже Тогда воска будет больше в глубину Нитка будет длиннее Вот этот фитиль На палочку, вот такую вот, допустим, условную палочку Цепляли несколько, там, 5-10 фитилей таких вот ниточек Привязывали и макали их одновременно Одновременно вытягивая из воска Таким образом получали там 10 свечей за то же время, что я одну делаю Ну вот, у нас получилась хорошая, классная, качественная восковая моканая свеча Классическая Значит, иногда у них бывают здесь вот внизу Такие остатки воска без фитиля Их можно так вот подровнять, убрать Весь воск мы возвращаем в кастрюльку Вот таким вот образом Который может прилипнуть на руках или капнуть где-нибудь Вот так вот возвращаем Готова наша свеча Теперь ее нужно подровнять, чтобы она стояла И у нас будет готовая свеча Вот так вот Ну, смотрим так, чтобы она стояла вертикально Потому что при горении она же будет, чтобы воск расплавленный не сильно стекал Ну, он красиво, если расплавляется, стекает, так на блюдечко красиво воск Свечи ручной работы Моканые свечи Вот, хорошая, классная свечка Они могут быть длиннее, если посуда будет поглубже Можно мокать их поглубже делать Подлиннее свечу Ну, это вот такая вот свеча ручной работы Моканные свечи Вот таким вот образом Итак, дальше делаем литые свечи Вот такие разные удобные есть формочки Самые удобные это силиконовые формы Они продаются разные Их можно самому сделать Выливать формочку там Ну, вот готовые есть для выпечки Мне очень понравились розочка Здесь какая-то еще Цветочек подсолнух Конус обычный Шишка Снежинка Вот такие варианты Продаются Цена такой вот формочки Около 50 гривен Это там, ну, около 2 долларов Немножко больше, чем 2 доллара Каждая Стоит То есть, это для себя можно купить А не многоразового использования Там Некоторые хорошие силиконы Тысячу раз можно там использовать Некоторые хуже силиконы Там по 100-200 повторений 300 Так пишут производители Однако же в нашем случае Он не портится То есть, он просто аккуратно стоит Нет никакой нагрузки И мы делаем литые свечи Фитили Значит, можно сделать по-разному Фитили уже у нас подготовлены Мы отрезаем нужную длину Значит, можно пробить Иголкой цыганской Дырочку здесь И пропустить фитиль вниз Туда на 1 сантиметр И таким вот образом Потом заливать И выравнивать фитиль С помощью прищепки Вот такая вот прищепочка Улаживается Вот так вот можно фитиль сделать То есть, там пробивается дырочка Мы фитиль пускаем И фиксируем Ну, придумать какое-то приспособление Там пускать и фиксировать фитиль Вот так, на низ И дырочка через дырочку Он там выходит Воз не будет сильно вытекать А фитиль будет ровно стоять по центру Это один из вариантов Однако же я не хочу портить формочки У меня будет другой вариант Можно сделать еще вот так Вот, как вы видите На низ фитиля гаечка маленькая Немножко, сантиметр отогнули в сторону Ставим его по центру И здесь центрируем прищепочкой Вот так вот бы стоять И будем выливать жидкий воск сюда Таким образом, потом мы с той стороны У нас будет красивый рисунок И мы ножиком аккуратненько Фитиль достанем из гаечки Достанем, уберем ее И будет Фитиль заведен в центр свечи Не пробивая форму Ну, можно ее, конечно, и пробить иголочкой И таким образом легче это будет сделать Например, вот формочка-снежинка Очень удобно Внизу там такие вот фигурные снежинки Узорчики И между ними можно зафиксировать фитиль внизу А здесь вот оцентрировать прищепкой Вот так вот То есть здесь творческий процесс Это каждый дом может сотворить То, что ему нравится Здесь вот тоже так Вот и гаечка внизу Чтобы был на дне он Итак, мы подготовили фитили Разными способами Ну, проще всего Просто иголкой пробивать дырку И затягивать фитиль наружу Потом заливать воск А здесь центрировать Чем-то прищепочкой Или каким-то приспособлением Но также вот будет интересно Здесь просто будет один фитиль Мы будем вставлять его уже в полузастывший воск Будет интересно посмотреть Вот как мы это будем сделать То есть это обычные конусы Хорошие маленькие свечечки Здесь так же сделали Здесь вот тоже интересно Сейчас будем заливать эти формы Зальем воском И дальше будем выравнивать фитили Воск в таком вот полузастывшем состоянии Он быстрее застынет И мы сейчас будем им пробовать заливать формочки Как это у нас получится Вот так вот Раз Готово И так далее Сейчас я все это залью И вам покажу потом Вот так же в свечи Заливные свечи Можно оставлять фитили Следующим образом Залили свечи Дождались пока немножко Остынет воск То есть вот видно Он сверху остыл А внизу еще жидкий Берем подготовленный фитиль И по центру пробиваем дырочку До дна Раз Оставили По центру Раз Оставили И он уже в таком состоянии Застынет И свеча И фитиль будет По центру до дна Вот таким вот образом Очень легко и просто Выравниваем ровненький фитилек Делаем Ровненький Ровненький Вот так вот Раз Такие вот хорошие свечи Это то же самое Можно делать и здесь И в этих свечах Просто здесь у них Узор снаружи получается А фитиль получится здесь Поэтому нам бы хотелось Чтобы мы Фитиль оттуда отогнули И красивая свеча будет Если в перевернутом виде Но можно и так делать Можно вот Просто Это очень легко И просто шишечка Но опять же То есть если в этой форме Здесь фитиль Только должен быть здесь А эта свеча будет Вот так вот Ну и так будет действовать И если фитиль С той стороны будет И с этой Кстати вот такие широкие свечи Они еще плавают То есть Они если фитиль здесь поставить Она будет хорошо плавать На воде И гореть То есть свеча плывет По воде и горит Такие интересные Плавательные свечи Можно сделать То есть фитили могут быть С разных сторон Здесь все Это все творчество авторов Творчество ваше Личное Может вы с детками Это будете делать Или самостоятельно То есть Авторские свечи Да Вот взял еще немножко Воска Расколол Такой вот Красивый воск Продолжаем дальше Сейчас мы сделаем Свечи Катанные Катаную свечу У нас также Расплавленный воск Возьмем немножко фольги И фитиль Есть фитиль Фольгу Оторвали по размеру И теперь делаем Такие бортики Как бы квадратную Коробочку делаем Таким вот образом С каждой стороны Небольшой бортик Сделали такую Коробочку И теперь Смазываем ее Обычным Кремом для рук Любой Любой крем Подойдет Или жир Или мылом Чтобы воск Не прилипал к фольге Можно также взять Пергаментную бумагу К ней воск Не липнет сразу И сделать такую вот Платформочку На которой мы Выльем воск Сделаем Пластинку из воска Ну вот Мы сделали Нанесли жир На фольгу И теперь Начинаем Аккуратненько Поливать Воск Сделать Пластиночку Вот таким вот образом Я думаю Этого достаточно будет Нам нужно Чтобы этот воск Перевратился В такую пластинку И застыл Такой лист Лист воска Получается Поэтому мы его Потихоньку Можем так Вот даже Переливать Понемногу Чтобы он Побыстрее застыл В смысле Не застыл А немножко Остыл И стал таким Податливым И мягким Листом Воска Немножко подождем И будем дальше Делать Катаную свечу Желательно Желательно Чтобы этот лист Хорошо Отделялся От фольги Потом Здесь еще Жидкий Ну вот Воск у нас Уже Начинает Затвердевать И мы Постепенно Вот так От пластины Отрываем С фольги И сейчас Уберем Всю эту массу Восковую С фольги Сейчас Сорвем Соберем Итак Мы получили Теплую массу Воска Теперь Определяем Какой длины У нас будет Свеча И отрезаем Фитиль По этой длине И дальше Начинаем Формировать Свечу Ложим Фитиль Внутрь И каким Вот образом Накатываем Свечу Так званые Катанные Свечи Вот всем Этим Воском Накатываем Накатываем Слепливаем Такую Свечечку Коническую Вот так Сейчас Выдолжим Вот так Вот мы Скатали Свечечку И продолжаем К ней Прилипать Вот эту Массу Воска И таким же образом Формируем Ее руками Руками Свечку Делаем Круглую Выравниваем Коническую Будем Потом Выкачивать То есть Вот так Воск Прикипаем К ней Постепенно Делаем Катаную Свечу Продолжаем Вот так Вот Продолжаем Ее уравнять Подравниваем Свечечку Здесь Вот внизу Тоже Подравним Чтобы мы Могли Ее Подставить Вот Вот так Вот Такая У нас Вышла Катаная Свеча Эта Свеча 100% Ручной Нашей Работы Тоже Может быть Сакральная Свеча Или Как Вам Для себя Сделать Значит Эти Свечи Могут Быть Именно Ваши То есть Такими Какими Вы Захотите Их Сделать Для себя Вот Воск Теплый Приятно С ним Работать Это Свечи Ручной Работы Катаная Свеча Намоленная Вы можете Молитву Читать Или Просто Делать Красивую Можно Добавить Ароматы Разные Сюда Несколько Капель Когда Перед тем Как Скачивать Несколько Капель Ароматических Веществ И У вас Будет Хорошая Классная Свеча Ручной Работы Катаная Свеча Так Тоже Делали Наши Предки В Древности Вот Такие Да Кстати Чтобы Развенчать Мифы Когда Горит Свеча Любая Ручной Работы Вылитая Или Какая И вдруг Она Начинает Стрелять Все думают Что же Это Такое Значит Мы Топим Воск Без Воды Здесь Чтобы Не было Никаких Примесей Воды Тогда Свеча Горит Ровно Легко Без Потрескиваний И Не Оставляя Копоти И Дыма Если Там Будет Капелька Воды Она Будет Стрелять Капельки Воды То Это Просто Остатки Перетопленный Воск С водой А Для Свеч Желательно Без Воды Перетапливать Воск Ну Вот Такая Свеча Ручной Работы Итак Без Фитильные Свечи Или Свечи Знахаря Так Званные Они Делаются Без Фитиля И В роли Фитиля Здесь Выступают Лекарственные Травы Значит Возьмем Попробуем Сделать Вот Из Чабреца Из Горькой Полыни Понятно Что Если Вы Сами Хотите Сделать Себе Самостоятельно Такую Знахарскую Свечу Без Вам Нужно Чтобы Нужно Чтобы Вы Сами Насобирали Высушили Подготовили Эти Травы Таким Образом У вас Ну Как Бы Очень Много Вещей Будет Совпадать Вы Сами Пойдете Найдете Именно Ту Травку Которая Вам Нужна Сорвете Ее Заметите Высушите Именно Тем Методом Который Вам Возьмем Немножко Чабреца Немножко Лишние Уберем Излишки И Полынь Горькая Сделаем Две Свечи Знахаря Или же Бесветильные Свечи Вот Мы Взяли Эти Травки Значит Делаем Их Вот Так Вот Против Часовой Стрелочки Видите Как Я делаю Можно И За Часовой Стрелочкой Это Все Индивидуально Как Вы Захотите В общем Делаем Такую Постилочку Из травки Точно Так же И здесь Так Ровненько Все Для того Мы Подготавливаем Платформу На какую Мы будем Выливать Воск Для Производства Свечи Это Тоже Сто Процентно Ручная Работа Свеча Сделали Такие Вот Штучки Воск У нас Почти Остывший Начинает Застывать Желательно Чтобы Он Подостыл Понемножку Начинаем Выливать Вот Так Вот Вот Так Вот Все И ждем Чтобы он Подстывал Чтобы не сильно Много Убегало Его Конечно Будет Так И здесь Точно Так же Раз Потом Добавим Если нам Не будет Их Хватать Мы Добавим Но Главное Чтобы он Не убежал Никуда Так Надо На ровной Поверхности Чтобы Не Растекался Ну Смысл Будет Понятен Сейчас Вот Он Немножко Подстывает Уже Этот Воск Но Нам Нужно Немного Поболее Поэтому Мы Еще Добавим Вот Пришел Наша Помощница Пришла Так Много Много Вот Нужно Так же Чтобы Как и Прикатанная Свеча Чтобы Воск Немного Подстыл И он Станется Таким Как Пластилин И мы Тогда Будем Его Использовать Для Без Светильных Свечей Так И здесь Немножко Добавим Немножко Дело В том Что Снимать И Наливать Воск Не так То Удобно То есть Мне нужно Смотреть И на Камеру И на Свечку Здесь И Кастрюльку Эту Плавно Наливать Поэтому Не так Идеально Все Получается Но Я думаю У вас Все получится Гораздо Гораздо Лучше Ведь Вы Уже Посмотрите Как Это Делал Я И Снимать Не Очень То Нужно Вот Мы Сделали Воск Начинает Застывать Вот Вы Видите Уже То есть Желательно Его Не С Плиты А Немножко Снять И Он Остынет Дальше Что Мы Делаем Так Берем Ножиком Это Было На Такой Плоской Поверности Желательно Который Воск Не Липнет Вот Так Вот Соскребаем Так И Начинаем Замешивать Эту Свечу Лепить Свечу Из Этого Воска Таким Вот Образом Лепить Ее Делать Свечку Но Трава Должна Равномерно Распределяться Вот Мы Ножиком Собрали Весь Воск Взяли Его И Лепим Прекрасно Воминаем Пока Воск Такой Еще Эластичный И Добавляем Немного Травы Немного Сюда Вминаем Эту Траву И Продолжаем Дальше Как Тесто Но Только Мы Делаем Свечу Если Вы Конечно Хотите Какую Особенную Свечу Вам Можете Прочесть Молитву Или Вложить Какие Позитивные Хорошие Мысли Это Ваша Рукотворная Свеча Именно Вы Ее Делайте Для Себя Вот Таким Вот Образом Чабрец Так Теперь Мы Формируем Эту Свечу Она Формируется Конусом То есть Приблизительно Вот Так Вот Одной Рукой Делаем Вот Она Есть Вот Такая Свечка Знахаря Бес Фитильная Свеча И Сейчас Сделаем Быстро Вторую С полынь Точно Так же Выминаем Воск Вминаем В него Эту Травку И Руками Замешиваем Свечку Кстати Полынь Имеет Прекрасный Аромат Даже Вот Сейчас При Приготовлении Бесветильной Свечи Вминаем Лечебную Траву Воск Вот Так Воск Теплый Податливый Приятно С ним Работать Он Приятный На ощупь Тепленький Хороший Как Пластилин Почти Но Лучше Вот Таким Вот Образом Мы Сделали Самодельные Свечи Они Уже Затвердели Да В Без Фитильных Свечах Здесь Нет Фитиля Гореть Будет Только Травка Вот Это Вот Вместе Потом С воском Плавить Его И Гореть Поэтому Сам Кончик Желательно Делать Тоненький Такой И Именно Его Нужно Тщательнее Более Тщательно В эту Травку Вымакивать Чтобы Загорелось Подпаливать Мы будем Поджигать Посмотрим Но Именно Кончик Должен быть Хорошенько Снаружи Покрыт Травой То есть Всех Их Нужно Сделать Эти Без Бесветильные Свечи Именно Сам Кончик Будет Загораться Здесь У свечи Вот Так Вот Делаем Я Сделал Несколько Маленьких Чтобы Протестировать И Побольше Там Уже Попозже Буду Тестировать Она Будет Излучать Благовонья Эта Свеча Все Лекарственные Травы Чабрец И Полынь Очень Ароматные Травы Вот Так Вот Это Очень Приятно Все Недорого Покупайте Воск Пчеловодов Делайте Это дома С детьми Можете Мастер Класс Устраивать Купили Натуральный Воск Взяли Себе Килограмм Какую-то Посуду Выделили Эмалированную И Пожалуйста Делайте С детьми На выходных Мастер Класс Свечи Самодельные Очень Хорошо Воск Хорошо Пахнет Выделяет Негативные Ионы При сгорании Не коптит Не дымит Все Классно Свеча Работает Кстати Вот Я пробовал Свечечку Одну Маленькую Такой Вот Конус Аккуратненько Все Классненько Горит Нигде Не потекло Но Бывает Что Если Вот Эту Поставить Она Будет Течь Поэтому Нужно Керамическое Блюдце Чтобы Все Было Аккуратно И пожарная Безопасность Соблюдалась Так Ну Вот Получились Наши Свечи Заливные Фитиля Здесь Обрезал Гаечку Вытянул Вот Так Вот Выходит Красивенькая Свеча Вот Попробуем Эту Достать Подсолнух Вот Здесь Нужно Не видно Гаечки Нужно Ее Ножиком Будет Там Найти Немножко Конечно Это Хлопотно Но Попробуем Да Вот Мы С Товеской Немножко Подковырнули Вытягиваем Гаечку Вытягиваем Фитиль И Свеча Готова Ну Это Если Воск При Комнатной Температуре Если Он Замерзнет Конечно Это Если Прям На Морозе А При Комнатной Температуре Воск Более Менее Мягкий Снизу Ножницами Обрезаем Этот Фитиль Излишки Вот Эти Вот Больше Всего Мне нравятся Свечи Небольшие Классно Удобно Сделали Я Их Вот Так Вот Делаю Фитиль Втыкаю Прекрасно Чисто Горит Два Часа Такая Свечечка Горит Стоит Недорого Мало Воска Здесь И Она Это Недорогая Маленькая Свечка Классный Хороший Аромат Идет Так Попробуем Дальше Посмотрим Снежинка Прилипла К силикону Ничего не Прилипает Просто Форма Такая Напряженная Сейчас Мы попробуем Достать И Откуда Вот Наша Снежинка Тоже Фитиль Здесь Вот Сбоку Сейчас Попробуем Поднять В реальном Времени Вот Он Так Не получится У меня Наверное Ну Вот Вот Так Вот Вышло Подняли Фитилек Все Замечательно Классная Свеча Здесь Мы Внизу Обрезаем Это Свеча Вылитая Свеча Шишечка Попробуем Ее Мы Периодически Подогреваем Воск Он Подстывает Мы Немножко Подогреваем И убираем Попробуем Достать Нашу Шишечку Из Силиконовой Формы Все Легко Достается Но Этот Фитиль Обрежется Так Она Будет Стоять И Свечка Долго Будет Гореть Хороший Вот Вот Такие Вот Вариант Отлучился На минуточку Я Как раз Варю Виноградный Сок Кстати Кто Интересуется Садоводством Дачники Может Есть Кого Интересуют Сорта Винограда Вишни Груши Черешни Сливы Вот У меня Сейчас Созрев Виноград Киевский Ранний Очень Классный На вино На шампанское Я Из него Делаю Виноградный Сок Как раз Вот 40 литров Закипело Я там Пастеризованный На моем Другом Ютуб Канале Дачник АМГ Можете Поискать В Ютуб Или в Гугл Дачник АМГ Вышло Видео Самый Простой Быстрый Рецепт Пастеризованного Виноградного Сока Кому Эта тема Интересна Также У меня Можно Купить Черенки Для прививки Погуглите Найдите Так вот Какие Вот у нас Вернемся К нашим Свечам Вот такие У нас Вышли Свечи Литые Катаные И Безфитильные Ах да Ну еще же Ведь есть И четвертый Тип Свеча Моканая Тоже Класс Получилось Вот такие Вот прекрасные Продукты И свечи Можно сделать Из обычного Пчелиного Воска Если делать Для себя Не заморачиваться Это все еще Можно даже Упростить Обычная Тоже форма Мы заливаем Воск Подостыл Берем Фитилек Уже Пропитанный Воском И когда Уже здесь Белая корочка Втыкаем Его здесь Получится У нас Верх Вечи Здесь А здесь Ниц Ну Если Конечно Людям То Наверное Так более Презентабельно Будет То есть Заморочиться Нужно И фитиль Будет Внутри Формочки Также Еще один Вариант Спасибо Тем Кто Досмотрел Сюда Можно Залить Эти Заливные Формы А потом Попробовать Когда уже Воск Остыл Но еще Теплый И мягкий Но уже Жидкого Нету Просто Его Цыгал Цыганской Иголкой Завести Фитиль Вовнутрь И залепить Вот здесь Вот например Оставить Или здесь Залепить И оставить Здесь Тоже Как вариант Вам Подсказка Такая Можно И так Сделать Мягкий Воск Попытался Раскрыть Тему Восковых Свечей То что Знаю Рассказал Сейчас Также Посмотрим Сколько Они Весят Чтобы Понимать Пчеловодам Выгода От этого В том Что Вы можете Сами Такие Свечи Делать И продавать Они стоят Гораздо Дороже Чем Сырой Воск Ну Если У вас Есть Желание И Возможность Это Делать Если Вы Натуральные Всякие Вещички Рукоделие Это Классный Натуральный Продукт Он Какой-то Удивительный Пахнет Хорошо Целебный И С ним Приятно Работать Вы можете Просто Покупать Натуральный Пчелиный Воск У Пчеловодов И Делать Такие Свечи Кстати По типу Катаных Свечей Вот Этой Также Делается Свеча Из Вощины Лист Вощины Раскладывается Режется Ложится Из Натурального Воска Все-таки Лучше Гораздо Лучше Получается В смысле Они более Ароматные И Натуральный Воск Все-таки У пчеловодов Взяли Ну Посмотрим Вот Такая Свечка Моканая 5 грамм Вот Свечка Бесветильная 30 грамм Маленькая 8 грамм Свеча Катаная 73 грамма Заливные Свечи 100 грамм Они Наверное Все одинаковые Приблизительно Формочки 81 грамм 90 грамм 104 Вот Такие Небольшие Свечки Почти 20 грамм То есть Такая Свеча Она Может Стоить Недорого Порядка 15-20 Гривен Кому Интересна Такая Свеча Это Меньше Чем Доллар Около Пол Доллара Чуть Больше Такая Вот Из Натурального Воска Горит Она Два Часа Прекрасно Горит Вот Класс Пробовал Около Двух Часов Еще Остаток Есть Ну и Попробуем В конце Зажечь Мне 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 Вот Интересны Эти Вот Свечи Бесветильные Ну вот Одна Бесветильная Свеча У нас Зажглась С первой Спички Горит Она Вот Таким Чудесным Интересным Образом Сплавляется Стекает Однако Жидет Хороший Аромат Трав И Свеча Горит Чем Дальше Тем Ярче Она Разгорается Она Немного Потрескает Потому Что Там Эфирные Масла В Травах Идут Ее Нужно Ставить На Керамическую Тарелку Желательно И Соблюдать Пожарную Безопасность Очень Интересная Классная Свеча Ручной Работы Благодарю Вас За Внимание Надеюсь Я Снимал Несколько Часов Поддержите Наш Ютуб Канал В Благодарность Может Напишите Что Вам Еще Расскрыть Какую Тему Ставьте Лайк Этому Видео Напишите Комментарии Возможно Поделитесь Еще Рецептом Свечей Которые Вы Знаете Распространите Это Видео В Социальных Сетях Кликните Поделиться Подписывайтесь На Наш Ютуб Канал Кому Интересно Пчеловодство Благодарю Вас Ставьте Лайк В комментарии Напишите Если Понравилось Благодарю Вас Коллеги Свеча Горит Ярко Хорошо Пахнет С травами Классная Вот Такие Свечи Наслаждайтесь Пламенем Бесфитильной Свечи Это Что-то Уникальное Ну И Вы У себя Дома Можете Это Тоже Сделать Без Фитиля На Травах Вот Так Вот Горит Обычная Свечечка Литая Здесь Все Натурально Натуральная Нить Из крапивы Или из льна Может из Конопли Натуральный Натуральный Воск Пламя Свечи Удивительно И все И все это Нам подарили Пчелы Воск Этот Пчелы Встроены В экосистему Они Лен Опыляют И Коноплю Опыляют И Крапиву Тоже Пчела Гармонично Вписана В экосистему Земли Благодарю вас Надеюсь Вам понравилось Ставьте лайк Пишите комментарии Пишите комментарии